Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сейчас раннее утро, 6 часов утра. И я сегодня собираюсь съездить в лес. В лес я поеду вот на этом моём велосипеде. Хочу сегодня собрать чернику. Взял вот два таких больших ведра. И ещё там маленькое трёхлитровое ведёрко внутри. Хочу сегодня собрать черники. Два вот этих больших ведра на сдачу. У нас уже принимают чернику в нашей деревне за деньги. Правда, цена ещё маленькая. Всего лишь 2 рубля за килограмм. Это 60 российских рублей за килограмм. Но, думаю, цена будет со временем подниматься и будет больше, в общем. Ну, а пока хоть такая цена. Ну, это тоже всё-таки хоть какой-то заработок. Вот поэтому отправляемся в путь. Проснулся пораньше, потому что... Ну, утром ещё не жарко, так как днём. Поэтому утром всегда как-то оно и быстрее, и лучше, и комфортнее собирается. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Смотрите, сыроежечки уже начали расти. Лисичек, правда, чего-то не вижу. А я бы их очень хотел пособирать. Приехал я в лес на то место, где сегодня буду собирать чернику. В смысле, какой красивый, огромный лес. Вот. И в этом лесу растёт много черники. Сейчас я вам её покажу. Вот, смотрите. Вот такие вот кустики с черникой. Уже полностью поспела вся. Можно собирать. Вот, прямо даже возле дороги. Кстати, пока я ехал сюда, на это место, то полдеревни встретил. Все едут в лес собирать чернику. Все хотят заработать. Даже если у людей отпуск, они едут в лес ещё подзаработать. И даже когда такая маленькая цена. Кстати, в лес я всегда надеваю толстую, плотную одежду, резиновые сапоги, толстые штаны, чтобы всякая шваль не прокусила. А также всегда беру с собой в лес какой-нибудь спрей от комаров, потому что комаров здесь очень-очень много. Сейчас нужно, думаю, попырскать с этим спреем. На руки так же. Собирать чернику я сегодня буду вот таким вот агрегатом. Это где, ну, везде по-разному называют вот эти вот приспособления. У нас называют это гребёнками. Где-то ещё гребешки называют. Не знаю, комбайны для сбора черники. Но у нас их просто называют гребёнками. Эта гребёнка самодельная. Я у местного мастера её купил. В прошлом году собирал, затестировал. И вот в этом году тоже буду ей собирать. Очень хорошо собирает. А делается это всё вот так вот. И черника собирается вот в этот вот бункер. Правда, ещё второй рукой нужно помогать придерживать кустик, чтобы его не оторвать. Вот так вот и постепенно гребёнка наполняется. Потом пересыпается в ведро наполненный бункер. И дальше так собирается. И чтобы не заблудиться, я далеко от дороги не отхожу. Вот прям возле дороги самой собираю ягоды. Здесь их тоже полно. Вот так вот. Вот и первый бункер черники собран. Гребёнка собирает хорошо. Минимальное количество мусора. Есть, конечно, но не так много. Вот собрал уже трёхлитровое ведёрко черники. Заберу его домой. Мама дома переберёт. И приготовит очень вкусные вареники. По-моему, я нашёл грибы лисички. Но я могу ошибаться. Мы очень похожие. Мама дома. Мама. 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 Ой, сколько ягод здесь много, смотрите. Прошло где-то чуть больше часа с того момента, как я начал собирать ягоды и вот уже первая 10-литровая ведерко собрано. Сейчас думаю еще такое же соберу и уже поеду сдавать ягоды. Ну вот еще где-то две гребеночки может и второе ведро тоже наполнится. Посмотрите какие у меня руки, как покрасились. Кстати этот сок тяжело отмывается от рук, поэтому наверное я буду ходить с таким маникюром, с такими руками. Ну вот и все, второе ведерко тоже собрано. Буду уже ехать домой сдавать. В итоге я сегодня собрал три ведерка, одно маленькое трехлитровое домой на вареннике и два на сдачу 10-литровых. Сейчас немного отдохну и буду отправляться домой. Вот так вот я загрузился. Да, на велосипеде конечно неудобно будет это перевозить. Еще жаль, что забыл на это ведро крышку такую же, как на это. Может нужно аккуратнее ехать, чтобы не высыпалось. И на багажник вот это маленькое ведерко прикрепил. А вот так выглядят ягоды брусники. Они еще зеленые, вот такие вот маленькие кустики. Тоже очень вкусные ягоды. Они когда поспевают, красненькие такие становятся. Сдал я чернику, которую сегодня собрал. Получилось, что я собрал 17 килограмм. И за нее я получил 34 белорусских рубля. В общем, сегодняшними сборами я доволен. Думаю, завтра тоже еще поеду съезжу. Буду заканчивать свое видео. Всем желаю мира и добра. И всем до новых встреч.